Мы поговорим об отношении Павла к Торе. Если мы послушаем классических евангельских теологов, то Павел был шизофреником, и по меньшей мере у него было раздвоение личности. Может быть, даже больше двух личностей. Потому что в 7 главе послания к римлянам Павел говорит в 12 стихе «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Если Павел сказал, что закон свят, заповедь свята, и добра, «Как же он тогда мог сказать в 3 главе послания к галатам, что Тора – это проклятие?» «Возможно ли это?» «Может ли проклятие быть добрым?» «Может ли что-то под проклятием быть святым?» «Я так не думаю». «Где-то есть ошибка». «Или в тексте». «Или в тексте». «Или в самом Павле». «Или же в том, как мы это понимаем». «И я верю, что проблема не в апостоле Павле». «И он не шизофреник». «И проблема не в Божьем Слове». «Но проблему мы унаследовали от Рима, то, как мы читаем текст». «Почтите ту же главу, 16 стих». «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что Тора – добра». «Давайте прочтем другие отрывки в книге Деяний, что Павел говорит о его отношении к Торе. «Поскольку мы читаем послание к римлянам, то давайте возвратимся на несколько страниц назад». «Последняя глава книги Деяний». «Двадцать седьмой стих». «Контекст этого стиха» «Павел путешествовал более шести месяцев от Кесарии в Рим». «И в этом путешествии он попал в два кораблекрушения». «Он прибывает в Рим усталый». «Три дня позже». «Он приглашает лидеров евреев». «И здесь снова вам необходимо представить, я приезжаю в Белло-Оризонте». «И хочу пригласить всех главных пасторов и обратиться к ним сегодня вечером». «Канта Гали, Марсио Белло-До, Джон Риварес и всех остальных. Почему их нет здесь?» «Потому что я недостаточно важен». «Я недостаточно известен». «Но когда Павел приглашает лидеров еврейской общины в Риме, они приходят». «Это означает, что уже многие годы он проповедовал Евангелие». «Его репутация все еще хороша в еврейском сообществе». «Это очень важный момент». «Они приходят поговорить с Павлом». «И вот что он им говорит». «Послушайте, братья». «Я не сделал ничего против нашего народа». «Не сделал ничего против традиций наших отцов». «Что там вообще говорится?» «Деяние, 28 глава, 17 стих». «Греческое слово «парадосес», что означает «обычаи наших отцов». «Послушайте». «Я думаю, что я хороший еврей». «Я никогда не становился баптистом, пятидесятником, лютеранином и католиком. Я оставался евреем, как Петр, Павел и Яков. Я верю в Ишово, как моего Спасителя. «Я принадлежу к церкви, которую Бог основал в Иерусалиме, не в Германии». «И я стараюсь жить, как ученик Иешуа Хамашиеха». «С наивысшим почтением Торы». «Но я не могу во всей полноте сказать, что говорил Павел». «Я не могу сказать моим еврейским братьям». «Я ничего не сделал против обычаев наших отцов». «Костумис, наш отец». «Я не мог бы этого сказать». «А вы можете?» «Нет». «У меня есть много друзей ортодоксальных раввинов». «Они также не могут это сказать». «Но вот Павел». «Говорит лидерам еврейской общины». «Я не сделал ничего против традиций наших отцов». «Это не означает, что только против Торы». «Традиции наших отцов также включают устную Тору». «Не только письменную, но и устную Тору». «Павел говорит это». «Говорит ли он ложь?» «Если большинство пасторов говорят истину, то Павел лжец». «Потому что, если верить словам большинства пасторов и католических священников и православных монахов, все они верят, что Павел нарушил Тору. Тора ему была безразлична. «Он ел свинину и наслаждался креветками». «Они все верят в это». «Они все верят, что он был против обрезания». «Обрезания евреев». «Они все верят в это». «Когда я уверовал в Иешуа в 1962 году в Иерусалиме». «И когда я обрезал своего сына в 1969 году». «Не один верующий еврей или еврейский миссионер не обрезал своих детей». «Был один случай». «С одной еврейской женщиной из Америки, которая обратилась в христианство». «Она вышла замуж за ортодоксального еврея, будучи верующей в Иешуа». «И когда у них родился первый сын, ее муж настаивал на том, чтобы обрезать его». «И из-за этого она покончила жизнь самоубийством». «Потому что евангельские пастора учили ее, что Бог запретил обрезать ей своего сына». «И что это не соответствует воле Бога». «И они цитировали послание к Галатам». «Не обращая внимания на местоимения». «Они говорили, что Бог уже после креста не хочет, чтобы кого-то обрезали». «Поэтому либо Павел говорит правду». «Либо христианские теологи, евангельские пастора и другие христианские деноминации». «Кто-то здесь обманывает». «И я не думаю, что это апостол Павел». «Потому что Павел говорит, я ничего не сделал против обычаев наших отцов». «Применение этого утверждения». «Павел ел кошерную пищу». «Если бы он ел не кошер, то он был бы лжецом». «Он соблюдал шаббат». «Если бы он не соблюдал шаббат, то он был бы лжецом». «Он соблюдал праздники». «Иначе он был бы лжецом». «Список можно продолжить». «Но понимаете ли вы применение этого заявления?» «Если это утверждение истины, то нам необходимо понять послание Галатам по-другому, а не так, как это понимали за последние 500 лет и более. Давайте рассмотрим другие примеры. 26 глава Деяний. Стих 20. 21 и 22. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою». «Свидетельствуя малому и великому». «Ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». «Ничего не говоря, кроме того, что написано в Торе и пророках о Мессии». «Это очень важный отрывок». «Потому что пять раз повторяется, когда Павел говорит, «Я ничего не сказал, я не верил ничему, я ничему не учил, кроме того, что написано в Торе и пророках». Подумайте об этом. «У него не было Лютера». «У него не было баптистской церкви». «Пятидесятнической церкви». «Как Павел мог спастись?» «Только зная и уча и веря тому, что написано в Торе и пророках». «Вы понимаете проблему?» «Потому что большинство христиан в наши дни не основывается на Торе и пророках». «Они полагаются на Хелен Уайт». «Они полагаются на Рассела». «Они полагаются на кого угодно». «Существует четыре тысячи разных направлений в христианстве». «Пару недель назад один еврей сказал мне в Голливуде». «Мы, евреи, самый глупый и бестолковый народ в мире». «Он говорит, посмотри, что делают язычники». «Они создали четыре тысячи различных брендов имени Иисуса». «И они делают ему промоушен». «Мы должны были бы быть умными и купить его бренд имя Иисуса». «Но ни одно из этих видов христианства не существует». «И единственные писания, которые были у ранней церкви, был закон и пророки». «Не говорите «игрежа примитива». «Это католический термин». «Если бы ранняя церковь первого столетия была примитивной, то позже она бы перестала быть примитивной и изменила адрес Иерусалима на Рим. она выросла». «Повзрослела». «Мы верим в Новозаветнюю церковь». «И я не стыжусь». «Мне не стыдно сказать, что я не принимаю весь мусор, который был в Европе во имя христианства. Это не часть моего опыта с Ишуа». «Мне не нужно принимать, что они там решили в Турции в IV веке». «Мне не надо принимать Халкидонский собор». «Или Тридентский». «Мне не надо принимать Мартина Лютера». «Кальвина». «Мне не нужно принимать кого-то из этих парней». «Слава Богу, я научился правильно читать». «Я могу сам себе почитать». «Существует традиция, что Павел был настроен против Торы». «И здесь он говорит, что я учу или читаю только то, что написано в Торе и пророках». «Давайте продолжим». «Двадцать пятая глава». «Стих восьмой». «Где Павел защищает себя». «Я не сделал никакого преступления не против закона иудейского». «О, Павел». «Неужели ты не ел шкварки, когда был в Галатии?» «Слушайте, я ем с язычниками постоянно». «Я все еще ем кошер». «Они могут есть все, что хотят». «Они могут есть шкуру акулы». «Суп из шкуры акулы». «Это очень вкусно». «Я сам его раньше ел». «Они могут есть все, что угодно. Змей». «Очень вкусно». «Я рекомендую их вам». «Аллигаторов». «Кенгуру». «Суп из хвоста кенгуру очень вкусный». «Это правда». «Но Павел не ел всего этого». «Потому что он говорит, «Ничего я не сделал, чтобы нарушить Тору и закон». «Если бы он сделал что-либо подобное, то он бы нарушил Тору». «Поэтому вы снова должны решить». «Либо Павел шизофреник». «Либо он лжет». «Либо традиционная теология протестантской, католической или греко-православной церкви ложна». «Вы должны решить, кто говорит правду. Кому вы поверите?» «Павлу». «Или традициям западной теологии». «Вы должны решить». «Давайте продолжим дальше». «Начиная с 24 главы». «Мы начнем читать с 10 стиха». «Глава 24». «Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал». «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей». «Я тем свободнее буду защищать мое дело». «Ты можешь узнать, что не более 20 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения». «Куда он пошел на поклонение?» «В какую церковь?» «В какую христианскую деноминацию?» «В 17 стихе сказано, куда он пришел». «Он пришел в храм». «Так же, как Петр и Иоанн в 3 главе Деяний». «Я пришел в Иерусалим для поклонения». «Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорющим. «В храме, вот куда он пришел». «Или производящим народное возмущение». «И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». «Но в том признаюсь тебе, я действительно служу Богу отцов моих». «Павел, какому Богу ты поклоняешься?» «Богу отцов моих». «Не другому Богу». «Не новому Богу». «Но Богу наших отцов». «Сколько Богов было у наших отцов?» «Только один». «Только один». «Вы должны знать, что тот, у кого много Богов, это идолопоклонник по определению». «Это просто». «Павел сказал, я пошел в Иерусалим поклониться Богу наших отцов». «Если вы поклоняетесь другому Богу, то вы идолопоклонник. «Все равно, как вы называете его». «Все равно, как вы называете его». «Если вы поклоняетесь любому Богу, кроме Бога Израиля». «Богу Авраама, Исаака и Иакова, наших отцов». «То вы идолопоклонник». «Это очень серьезно». «Потому что, по-моему, большинство христиан поклоняются Богу, которого они даже не знают». «Павел говорит, я пришел в Иерусалим поклониться Богу наших отцов». «Признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью». «Верую всему, написанному в законе». «И пророках». «Я уделяю особое внимание этому пункту, потому что, когда мы дойдем к посланию к Галатам, мы должны помнить это». «То, что Павел пишет в своем послании к Галатам, не может противоречить Торе или пророкам». «Потому что принцип остается таким же». «Если есть противоречия, то Павел шизофреник или лжец». «И поскольку я не верю ни в первое, ни во второе, потому послание к Галатам нужно понимать в свете Торы и пророков, имея надежду на Бога, чего и сами они ожидают. Все евреи вокруг них». «Представители Синедриона». «Что значит та же надежда?» «Что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». «Посему и сам подвязает всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Обратите внимание на 17 стих. «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу Моему и приношения». «Что это означает?» «Павел пришел в храм, принес деньги в храм и отдал приношения». «Это не обязательно ложь это приношения за грех». Существует 13 видов жертвоприношений, перечисленных в книге Левит, и которые не являются жертвоприношениями за грех. «Это может быть жертва благодарности». «Жертва за завершение обета, который он дал в Синхереях». «Это может быть жертва хвалы». «Он говорит, что пришел в Иерусалим, принес деньги для бедных, и потом принес жертву». «Я не написал это». «Вы не можете обвинить меня». «Английский перевод пытается замаскировать это, спутывая слова «пожертвования». «Пожертвования, которые знают американцы, это передавать корзины из поджаренной курицы из Кентукки на шоу Бенни Хина». «На греческом здесь стоит слово «туся», что означает «жертвоприношение». «Вот для чего Павел пришел в Иерусалим». «Я знаю, что это смущает христианских евангельских теологов». «Я могу солгать вам и сказать, что я сожалею». «Но я счастлив». «Я счастлив». «Я хочу много учиться, чтобы понять, о чем там говорится». «Потому что многие из них говорят, что Иешуа умер, жертвы прекратились, и еврейские верующие перестали ходить в храм, и начали посещать поместную баптистскую церковь». «Я рад, что Марселло ушел из баптистской церкви». «Надеюсь, что теперь он ходит в настоящую церковь». «Церковь Павла и Петра и Иакова». «Церковь первого века в Иерусалиме». «Забудь Белу Оризонте». «Переезжай в Бершеву, Марселло». «По-любому». «Основная мысль». «Важно понимать Павла из его же слов, что он говорит о самом себе». «И этого не произошло с большинством ученых, которые писали комментарии на послание к Галатам». «Аминь» «Ирина» «Смеш길 все Ethereum». «Верю сами на присILLаanden» «К��лади Александра 1950». «Едя». «о них babية «Это тебя pounding —爸爸 школы.